Поднял бабла, стали другими дела. Друзья, джип Гранд Чироки, раньше на его месте стояла Камрюшка. Многие хейтеры говорили мне, ты ездишь на Камре, пересел с Мазды. Ну что, парни, начинается новая серия дневники джипа Гранд Чироки. Чего это я так разговариваю? Да потому что приехали в Каширу, сейчас перекантуемся, шашлычки поедим, завтра отправляемся на месяц в Европу, будем кататься, купаться в море, заедем в Гродно, снимем серию Мазды. Эй, Ержан, 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 блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум, вставай, я заебал, на работу пора, ты че ебанулся спишь. Вставай, Ержан. Просыпайся, мы почти приехали. За такси ходить надо. Куда приехали? К дилеру за машиной. Друзья, всем привет. Это был пранк, старики. Это была шутка за 300. Как я, а? Мне кажется, я был хорош. Актерская игра была на высоте. Парни, вношу ясность. Прямо сейчас я приехал забирать джип Гранд Чироки. На данный момент я его еще даже не видел. Как это произошло? После выхода ролика с BMW, где я рассуждал, что же лучше купить после Camry BMW с задним приводом или джип Гранд Чироки на вторичке. И вы мне в этом помогали, писали много комментариев, со мной связались. Мне говорят, Дмитрий, возьмите у нас на тест-драйв автомобиль, покатайтесь, на длительный, подчеркиваю, тест-драйв, сделайте выводы и поделитесь с вашими акционерами мнение за этот автомобиль. Мне дают машину абсолютно бесплатно, никаких денег мне никто не платит. Мы будем на ней кататься и делать честный на нее обзор. И все, кто подписан на инстаграм нашего канала, знают, что я несколько дней катался на Mercedes E-класса. Давайте я вам кратенько расскажу, откуда он у меня и почему вы тоже можете запросто брать интересные немецкие автомобили и передвигаться на них. И после этого мы продолжим. Друзья, мы с вами живем в уникальное время и мире мобильных приложений. Прямо сейчас я хочу вам рассказать о сервисе, который с помощью одного мобильного приложения сделал аренду автомобилей максимально простой и очень комфортной. Это сервис личных автомобилей Anytime Prime. Поймите, это не каршеринг, это не аренда автомобилей в классическом ее понимании, когда вам нужно выйти из дома, куда-то ехать, добраться на какую-то промзону, найти прокатное агентство, составлять договор, оставлять залог. После чего опять-таки сдавать автомобиль туда, ждать несколько недель, пока вам вернут залог. Здесь все намного проще и комфортнее. Это сервис личных автомобилей с личным помощником. В мобильном приложении вам доступен целый автопарк премиальных автомобилей без наклеек и брендирования. Выбор автомобилей действительно достойный и будет только увеличиваться. Сейчас уже доступны мини-купер, мерседес е-класса, ауди тт, бмв 3 серии, ауди q3, бмв x5, геленгваген g500. В общем, друзья, тачки реально крутые. Если вы привыкаете к уровню определенного комфорта, то Эдди Тайм Прайм поможет вам его поддерживать. В рабочую неделю вы едете в офис или на встрече на мерседесе е-класса. В выходные дни вы можете взять ауди или бмв. В каждые оплаченные сутки вы получаете 250 километров пробега и возможность уехать от МКАД на 200 километров. А отправиться на свидание к девушке теплым весенним вечерком можно на ауди тт. Как это работает? Все здесь элементарно и просто. Мы заходим в мобильное приложение. Но в первую очередь нам нужно выбрать даты. Ну, например, нам автомобиль будет нужен с пятницы по понедельник. После чего нам нужно выбрать время подачи автомобиля. Это будет 12 часов дня. Далее нам нужно выбрать точку, куда пригонять автомобиль. Любое место выбираем в пределах МКАД. И личный помощник подаст вам подготовленный и чистый автомобиль, заправленный наполовину бака. Сдать автомобиль так же просто, как и взять его в аренду. Вы оставляете его в любой точке Москвы. Самое главное соблюдать правила парковки. Это действительно удобно. Друзья, Anytime Prime первые, кто оказывает услуги аренды на таком уровне комфорта. Вскачивайте мобильное приложение. Ссылка уже ждет вас в описании. Регистрируйтесь и обязательно воспользуйтесь промо-словом МАШКОВ, за который вам начислят 600 бонусных рублей. Anytime Prime сервис личных автомобилей с помощником. Ждет тебя в описании. И первое знакомство происходит прямо сейчас. Хотя забираю автомобиль, представитесь, у них очень крутая парковка. То есть получается четвертый этаж, смотришь, вид такой классный. Но снимать нигде ничего нельзя. Друзья, знакомлю вас, Jeep Grand Cherokee, комплектация Trailhawk. Такой автомобиль стоит порядка 4 миллионов рублей. Под капотом у нас идет V-образная шестерка, бензиновый мотор. 3,6, 286 лошадиных сил, 347 крутящего момента. Разгон паспортный 0,100, 9,8 секунд. Здесь у нас хороший, в принципе, бездорожный потенциал. Но обо всем по порядку. Клиренс у нас сейчас 218 миллиметров. Но если пневму поднять на самый верх, то она будет практически 280 миллиметров. Сами понимаете, на бездорожье можно позабавиться. Но опять-таки вопрос, 4 ляма. Готов ли кто отдать 4 ляма, чтобы забавиться на бездорожье? Будем разбираться. Поехали покатаемся, поехали потестируем. На первый взгляд одно. Вот это вот уже очень-очень старое. Но вопрос реально решаемый. Я смотрел в интернете, люди ставят сюда мультимедиу а-ля Тесла. А-ля Volvo XC90, ну тот же самый а-ля Тесла. Вот эта часть полностью снимается. И вместо нее сюда интегрируется хороший такой дисплейчик. Я вам сейчас покажу, как это выглядит на экране. Мультимедиа там очень хорошая. Все вспомогательные системы, все, что есть сейчас здесь, будет то же самое и там. Цена вопроса в районе 50 тысяч рублей. Но есть люди, которые себе поставили, катаются, говорят, тупит, притормаживают. Но в любом случае по внешнему виду сразу будет совсем другая картина. Обзорность достойная. Ну, сами понимаете, квадратный джипчик. Зеркала большие, салонное зеркало достаточно. Панорамная крыша. С точки зрения вспомогательных систем есть все то же самое, что и у всех. Подогрева сидений, подогрева руля, слепые зоны, контроль занимаемой полосы, активный круиз-контроль, камера заднего вида, то есть кругового обзора здесь нет. В общем, автомобиль, скажем так, не пустой. Ну и прямо чего-то вау здесь нанотехнологичного, какого-то шага вперед, здесь, к сожалению, нет. Салон у нас идет в сочетании кожи плюс алькантара. Сидение реально удобное, то есть боковая поддержка развитая. Я настроил все под себя, потратил на это минут 7, но прямо настроил так, чтобы я сидел и передвигался на этом автомобиле с комфортом. Поэтому поехали кататься, поехали тестировать. У нас план следующий. Сейчас мы по Москве передвигаемся, делаем свои делишки, параллельно под съем ведем, после этого отправляемся на трассу, после этого по трассе мы приедем в Каширу, заедем, возможно, куда-то в поле, но посмотрим. В общем, присаживайтесь поудобнее, я думаю, этот ролик будет насыщенный. Передвигаясь по городу, мы вот сейчас сидим 60-80 километров, я вам скажу так, вот если все окна закрыть, реально хорошая шумоизоляция. Когда мы ездили на Shell, мы тестировали там Jeep Compass. Вот там стояла такая дубовая и просто убогая резина, что я до сих пор вспоминаю Jeep Compass, как автомобиль, которого после 80-ти дикий шум стоит по автомобилю. То есть прям гул стоял просто сильный, жуткий, такая небольшая, некомфортная машина, но вот в этом плане Jeep Grand Cherokee это совсем другой автомобиль. Вот действительно, друзья, вот любого из вас сейчас рядом посадить, прокатить, прям поймете то, что комфортно. Друзья, залазил я на сайты, смотрел, что почем, почем вторичка. И я вам скажу, я офигел, 2013, 2014, 2015 год, то есть автомобили идут по цене 2 миллиона плюс. 2-2 500, вот эта вилка. Есть, конечно, автомобили по цене до 2 миллионов, но это уже, как правило, дорестайлинговые версии, либо какие-то сомнительные. Вот честное предложение, когда ты видишь хотя бы даже по фильтру, что от первого владельца, оригинал ПТС, все дела, все на месте. Дорогой автомобиль. Хотя автомобилю будет 5 лет. Чудесным образом мы уже на трассе М2 едем по направлению в Тулу, но позже свернем на М4. Друзья, давайте сперва я с вами буду делиться первыми эмоциями. Ну вот мы выезжаем на трассу, едем 110 примерно. Если включаешь музыку, кондиционер, общаешься, в принципе, комфортно. Если начать разгоняться выше 130, то, естественно, шум от колес идет, подчеркиваю, у нас резина стоит все же еще зимняя шипованная. Тяга просто никакая. 347 крутящего, вес автомобиля без нагрузки 2350 килограмм. Это очень тяжелый, скажем так, автомобиль. 9,8 паспорт. Ну, едет тяжело. Даже вот мы сейчас переходим в режим спорт, так называемый. Выключаем кондиционер. Вот едем мы 90. 110. То есть он набирает, но он набирает так, знаете, тяжеловато. При этом машина чувствует. То есть, несмотря на то, что покажи, пожалуйста, дорогу, то, что стоит колея на дороге, ну, тебя дискомфорт, особо не ощущают. Вспоминая наш прошлогодний тест-драйв дизельной версии, вот это, конечно, по тяге земля и небо. Там мы передвигались по городу, газку даешь, там, 550 крутящего момента. Тот автомобиль прям вот очень сильно понравился по мотору. Хотя многие говорят то, что дизелек, ну, так себе. При этом, как вы помните, мы ездили в American Service, общались с человеком. Он тоже отмечает, что все-таки бензиновые моторы понадежнее, но, тем не менее, при должном обслуживании дизеля живут долго. А так, вот, знаете, я вам серьезно скажу, как в моих мечтах. Вот настроился, сидишь, кондер включил, машина комфортная с точки зрения того, что ехать куда-то далеко. Но почему-то машина не подбивает меня на поездку куда-то в Европу. Все-таки внедорожный потенциал, говорит мне, вот сейчас бы в Сочи, куда-то в горы заехать, загрузить багажник шашлычками, мангальчиком приехать, красиво сесть, расстелиться, ну, понимаете, да, на природу выбраться. Подлокотник на своем месте, второй подлокотник тоже на своем месте. Он не регулируется, вперед-назад он не ездит. При этом вот здесь, да, на двери, дверная карта тоже можно положить. Если повыше, поднять сиденье. Обратите внимание, что надо мной места, ну, не так много, но достаточно. У нас люк в машине идет. Поэтому сел, настроился под себя, неплохо, неплохо, скажем так. Что бы я сделал? Хорошую летнюю резину мягкую и сделал бы в любом случае шумку арок. Потому что на дальнее расстояние все равно хочется передвигаться с комфортом, но даже по трассе, а я по трассе много езжу. Во всех последующих автомобилях своих однозначно, вот что-что, ну, шумку арок 100% буду делать. В нашей комплектации идут подрулевые лепестки, они алюминиевые. Но зачем здесь эти подрулевые лепестки, понятия не имею, потому что, ну, как я уже сказал, динамика вообще нулевая. Тем временем мы подъезжаем к платному участку, а именно к пункту взымания платы. Вот за этот участок мы будем снимать видеоролик об этом участке, кому как больше нравится, потому что беспредел на ровном месте. Вот просто построена была дорога, все ездили, потом построили ее опять-таки за бюджетные средства, и теперь она стала платная. И как я вам и говорил, вот обратите внимание, да, ехали мы по трассе, я уже тут газку подавал-подавал, и вот смотрите, какая картина происходит сейчас. С нуля по прямой. И срывается поинтереснее тачка, и звук совсем другой стал, и цифрыки побежали. Ну вот я серьезно говорю, видимо, она, не знаю, то ли стояла, то ли на ней ездили только по пробкам. Вот сейчас мы гораздо интереснее стартанули, мы это сделали со спорта, слышите, да, обороты держат. Дорога идеальная, тепло, на улице 15 градусов, даже 18 термометр показывает. Вот по этой дороге я обычно на Майзде наваливал 200, честно вам скажу, вообще без напряга. Здесь же мы едем тоже быстро, комфортно, вот серьезно говорю. Ну обратите внимание, 160-170 мы едем, мы сейчас снимаем на другую камеру, я думаю, шум стоит отчетливый, и он прямо в салоне стоит, такой отчетливый шум. Ну вот прямой участок дороги, мы едем 40, газ в пол. Ну, автомобиль вообще не едет. То есть я не понимаю, с чем это связано. Ни в коем случае не пытаюсь хвалить, самому было интересно, как автомобиль поедет на большей скорости. Ну вот в пределах разумного, если не терять голову, нормально. Максимальная скорость у автомобиля 206 километров заявленная. Ну вот со 120 газ в пол, легкая горочка, тяжело, тяжело идет на обгон. Но разгоняется, то есть сидим, ждем, но тем не менее уже, скажем так, летим. Итак, мы с вами добрались до пункта назначения, заехали в поле, в характерное для этого автомобиля местечко. Друзья, вот удивительное дело, сегодня вторник, и передавали дожди. Мы думали, ага, будем лазить под дождем, снимать, куда-нибудь в говно полезем. Пожалуйста, вам прогноз погоды, солнце. Но не об этом речь. Давайте кратенько по автомобилю. Чем отличается вообще наша версия от штатной, от того, что мы тестировали? В первую очередь, внешним видом. Если вы посмотрите на морду, здесь другой бампер, здесь два ярко выраженных вот этих крюка для буксировки. Здесь наклеечка у нас идет. Ну и по автомобилю идут различные шильдики, что это Trailhawk, заряженная, скажем так, версия для внедорожья. По-другому работает система полного привода, по-другому работает коробка передач, то есть есть различные вспомогательные системы для выезда на бездорожье, пневмоподвес, как я уже неоднократно сказал. Выбираем третий режим. То есть у нас их здесь всего есть как бы четыре. То есть, смотрите, три раза мы можем поднять условно автомобиль. Ну, первый стандартный, второй и третий. Есть режим, то есть через бортовой компьютер мы можем выставить настройками, что мы, например, приехали, останавливаемся, ставим режим паркинга, и автомобиль опускается вниз. И это действительно будет полезно, потому что тачка даже с обычным, так скажем, режимом очень высокая. Вот обратите внимание, если я сейчас буду вылазить, то как бы испать к джинсам это запросто. Но при этом, ну серьезно, посмотри, совсем другой уровень. Я понимаю, что в нашей стране, я стараюсь прятаться, чтобы вам ветер не задувал. Пневму не любят, потому что, ну ее нахрен, а если она сломается, те, кто покупают эти автомобили первыми, будут получать удовольствие. Потому что вот сейчас мы находимся в области, домики, то есть видите сами. Это сейчас сухо, тепло, а когда, например, дождь пройдет, а когда снег. Все опять же зависит от того, кто сидит за рулем. Потому что есть люди, которые, как вот нам рассказал человек, который выдавал автомобиль, что поднимают пневму на максимум, и говорят, а что это мы вот там садимся? Садятся на мост, например. То есть понимаете, да, кузов-то поднимается, а мост остается на том же самом месте. Они садятся на мост, и типа, а какая-то нехорошая машина. Вот оптик, обратите внимание, 2019 год. Диодная окантовка, при этом сама оптика идет ксеноновая, ну, биксенон стоит. Это раз. Дальше, смотрите, вот говорят, гелик, гелик там, допустим, сравнивают. Когда открываешь дверь, там характерный звук такой есть здесь. На самом деле, по сути, тоже нечто подобное, потому что, если ты еще переднюю открываешь, она вроде как, ну, вроде неплохо, а вот заднюю открываешь, когда закрываешь, она, смотри, тебе как-то дребезжит. Опять-таки, вот посмотрите, открываем дверь, вот они, болты, все торчит, то есть все это в открытую сделано, но с другой стороны, знаешь, можно в этом увидеть некую брутальность, а с другой стороны, ну, как-то это, знаешь, так вот странно выглядит. Опять-таки, вот посмотрите, автомобиль 2017 года, пробег у него 19 тысяч на сиденье. Само по себе сиденье реально удобное, то есть садишься комфортно, но кожа уже вся потрескалась. Опять-таки, автомобиль тестовый, все на нем катаются, вот это жалко, потому что, когда вещь пошла по рукам, это уже не вещь. Селектор, переключение передач, джойстик с выбором режимов, в общем, здесь вас, ну, реально нечем удивить. При этом ценник автомобиля удивляет 4 миллиона. Хотя, если отталкиваться из того, что это внедорожник, и хотя вот джип, благодаря именно этой модели, многие автомобили с полным приводом начали в свое время называть джипами. Купил себе какую-нибудь Кию, там, с полным приводом, о, джип себе взял, Nissan себе взял, джип себе взял. То есть, по сути, это паркетники, внедорожники, а это вот джип, самый настоящий джип. Когда мы снимали видеоролик про BMW, я очень сильно удивился, что тогда многие сказали, блин, слушай, джип классно. Из 100 человек, примерно 60 проголосовало за покупку BMW, и 40 человек проголосовало за джип, потому что машина редкая относительно, но интересная. Пойдемте сзади, посмотрим автомобиль. Смотрите, на самом деле, вот говорят там, в 18-е что-то изменилось, я вообще не вижу, что изменилось. Факт в том, что очень круто смотрится версия SRT, вот от нее я вообще тащусь, просто отвал башки. Особенно, если посмотреть версию с каким-то индивидуальным обвесом. У нас гражданская версия, скажем так, для бездорожья, подчеркиваю еще раз. Какой-то странный звук открывается в багажник. 780 литров, запасное колесо, все необходимые инструменты, то есть несколько ниш, да, что-то положить, тут различные там вот масло на всякий случай кинули, если поджирать будет, но сказали, что просто недавно меняли, чуть оставал. Кстати, обратите внимание, масло, Shell, помните, да? Дружит джип, дружит Shell. Вот, опять-таки, крючочки есть, то есть рассаду, покупочки, но ничего такого интересного нету, даже в том же самом корейце, когда мы смотрели там, Kia Ceed Universal, там было больше, чем побаловаться в багажнике. Ну, просторный, положить вещи будет достаточно. Заехали на заправочку, на лукойл, друзья, я на самом деле на такого рода заправках гость не часто, как вы знаете, моя Camry ездит на газу, я вот сейчас заехал, говорю, до полного, давайте заправимся, давайте. Бак здесь 90 литров, зашло сейчас 74 литра, 3665 рублей, да я просто в шоке с таких цен. 48 рублей стоит литр 95-го экта. Я сейчас сброшу на ноль и во второй серии я вам расскажу, сколько реально эта машина ест в мешаном цикле и сколько она ест по городу. Друзья, пришло время сделать выводы. Автомобиль мне предоставили на одну неделю и это первая серия, всего их будет две. За это время мы снимем и расскажем про эту машину по максимуму. Всю неделю буду кататься, пройду пару тысяч километров, соберу всю информацию, поэтому, если вы хотите, чтобы я на чем-то сделал акцент, пишите в комментарии. Если вы с чем-то согласны, машина вам нравится, тоже напишите в комментарии. Не согласны, высказывайте ваше мнение полностью. Обзор полностью не проплачен, все сделано по-честному. Поэтому, приглашаю всех вас в комментарии. Вторая серия не заставит себя ждать, прячу вас от ветра. Друзья, в общем, вы все поняли, если не подписались на канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Подпишитесь на инстаграм-канал, если вы этого не сделали, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом пока что все. До новых встреч, всем пока-пока.